И снова здравствуйте! Это английский для массажа и телесных практик, третья часть. Сегодня говорим о названиях частей тела и проблемах в теле. Итак, приступим. Kidney – почка, kidney. Множественное число kidneys. Kidneys. Heart – сердце, heart. Американцы говорят heart, а британцы бы сказали hot. По мне, если проговаривать букву R, то всем будет понятно, что вы говорите. Даже с нашим русским акцентом можно это сделать более понятным. Stomach – желудок. High blood pressure – высокое кровеносное давление. Blood читается не по правилам. Blood – это кровь. Pressure – давление. А низкое кровеносное давление будет low blood pressure. Diabetes. Сложное слово. Два ударения. Далее слово боль. Боль можно сказать pain. Pain. А можно сказать ache. Это ноющая боль. Если слово pain мы можем говорить и просто, как о нашей эмоциональной боли, то ache – это именно физиологическая ноющая боль. Бывает stomach ache – боль в желудке. Headache – головная боль. Tooth ache – зубная боль. Напоминаю, что один у нас будет tooth – один зуб. А если много, то teeth – зубы, teeth – неправильное слово. Muscle – мышца. Muscle. Мышечная боль. Muscle pain. Muscle pain. Приведу пример. I ran yesterday. Вчера я бегал или бегала. Today all my muscles hurt. И сегодня все мышцы болят. Yesterday I ran. Today all my muscles hurt. И если мы хотим сказать «мне больно» или вот «где-то мне больно», мы скажем «it's painful». Буквально это означает «это есть больно». Такая конструкция, где pain, берем существительное pain, добавляем к нему суффикс fool, то есть полной боли. «Это есть полная боли». Ну и клиент вам может сказать «it's painful here». Вот здесь больно. Или мы его спросим «is it painful here?». Здесь больно? И он нам скажет «да» или «нет». Yes или no. Спина. Back. Back. My back hurts a lot. Моя спина сильно болит. My back hurts a lot. Позвоночник. Spinal cord. Spinal cord. Спину мы также можем называть «spine», и, соответственно, «cord» вообще означает «веревка», дословно. Проще запомнить, как «хорда», да, веревка. Spinal – спинная веревка. Spinal cord – спинная веревка. Или просто позвоночник. My right hand hurts. Hand означает «рука». Именно «рука» от пальцев до запястья. Вся же рука будет arm. У нас нет такого от двух отдельных слов, да, hand и arm. Но для носителя английского языка это разные слова. My hand hurts – моя рука от пальцев до запястья болит. А если вся рука – my arm hurts. Плечо. Shoulder. Shoulder. Лопатки. Shoulder blades. Shoulder blades. Blade буквально означает «лопасть», «лезвие». Лопатки – shoulder blades. Позвонок. Vertebra. Vertebra. Этот позвонок болит. This vertebra hurts. Шея. Neck. Neck. Верхняя часть спины. Upper back. И нижняя часть спины. Lower back. Lower back. Грудная часть позвоночника. Chest area. Chest area. Или просто chest – грудь. В первом уроке мы уже говорили о том, что есть два слова. Breast и chest. Breast означает «грудь». Именно вот грудь женская. Chest просто означает «груди» наиболее употребимое слово. Sacrum. Sacrum. Крестец. Coccyx. Coccyx. Копчик. Area – это просто часть или область тела. Does it hurt in this area? Больно ли в этой части тела? Does it hurt in this area? Далее. Бедро. Hip. Hip. Да, говорим название стиля «хип-хоп» означает «прыгать бедрами» буквально. Поговорим о вдохах и выдохах, о дыхании. Вдохните и выдохните. Inhale and exhale. In, то есть внутрь, ex, то есть наружу. Inhale – вдохните. Exhale – выдохните. Дышать. Также есть слово breathe. Breathe означает «дышать». Breathe in – вдохните внутрь, то есть вдохните. Breathe out – выдохните. Inhale – вдохните. Hold your breath – задержите дыхание. Hold your breath. Now exhale – а теперь выдохните. Now exhale – now exhale. Итак, слово breathe, да, с буковкой «и» на конце означает «дышать», а само дыхание, да, то есть существительное, будет breath. Breathe – и breath. Hold your breath – задержите дыхание. Take a breath. Сделайте вдох. Take a breath. Elbow – плечо. Не подписала, прошу прощения. Elbow – плечо. Wrist – запястье. Wrist. W вначале не читается. My left wrist hurts. У меня болит левое запястье. Или мое левое запястье болит. Дословно. Hurt – означает «давать боль». И, например, мы можем спросить, вот этот палец болит. This finger. This finger. Здесь больно. Is it painful here? Является ли это больным? Is it painful here? А также можем спросить «does it hurt here?» Болит ли здесь? И то, и другое означает одно и то же. Ладошка. Palm. Palm. Как пальма. Пишется точно так же и звучит точно так же. Pulse. 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 Let's check your pulse. Давайте проверим ваш пульс. Aorta. 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 Knee. Knee. Коленка. Буквка K в начале не читается перед N. Ankle. Ankle. Лодыжка или щиколотка. Foot. Стопа. Foot. Множественное число будет fit. Опять же, неправильное слово. Foot. Feet. Палец ноги. У нас нет разделения в русском. У нас все было бы пальцы. А в английском на руке это finger, а на ноге это toe. Множественное число toes. Пальцы ног. Сустав. Joint. Joint. Сухожильные связки. Ligament. Множественное число. Ligaments. Fasci. Facia. Facia. Похоже на слово лицо. Face. Жировая ткань. Fat. Или fat tissue. Fat это просто жир, но тоже будет пониматься, что это жировая ткань. Или fat tissue. Bone. Кость. Bone. Lymph. 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 Лимфатические узлы. Будут либо просто glands, либо lymph glands. Lymphатические каналы. Lymphatic channels. Lymphatic channels. Челюсть. Jaw. Jaw. Нервы. Nerves. Nerves. Spasm. 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 Варикоз. Varicosis. Varicosis. Вена. Vein. Vein. Множественное число. Veins. Сотрясение мозга. Brain concussion. Brain concussion. Буквка J в начале, это я неправильно написала, прошу прощения. Brain concussion. Трещина или перелом, будет fracture. Fracture. Растяжение связок. Sprain. Sprain. Причем, sprain это и существительное, и глагол. Можно сказать, я потянул шею. I sprained my neck. Кесарево сечение. Caesarean. Можем сказать caesarean section или просто caesarean. I had a caesarean. У меня было кесарево. Голову прямо. Head straight. Straight означает прямо или прямой. Не поворачивайтесь и поворачивайте голову. Don't turn your head. Don't turn your head. Ноги врозь. Feet apart. Feet apart. Мы говорим ноги, а они фактически говорят не ноги, а стопы врозь. Feet apart. Повернитесь ко мне. Turn to me. Turn to me. И после массажа можно сказать. Don't stand up right now. Не вставайте прямо сейчас. Don't stand up right now. Подождите пять минут, пожалуйста. Please wait for five minutes. Please wait for five minutes. Хотите воды? Would you like some water? Would you like some water? Some означает немного. И употребляется для неисчисляемых существительных, таких как сахар, вода, деньги. Some sugar, some water, some money. Надеюсь, вам было полезно. Спасибо за прослушивание. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...